привет бандиты вот мое очередное видео на канале домашняя качалка сегодня у нас 20 февраля и сегодня ребята почему не было долго видео хотел я вернее давно я ждал вот эти две добавочки которые я купил который я сейчас вам покажу хотел записать именно про них потому как тренировочные видео тоже сильно чистить неохота постоянно об одних тренировках рассказывать обсуждать другие каналы вы знаете я не умею нет у меня такого дара сидеть и рассуждать на тему того какой канал правильно себя ведет какой неправильно какой зашкварный какой не зашкварный какой крутой какой еще что-нибудь поэтому вот ждал вот эти вот две добавочки и сейчас я о них вам и расскажу так ребята сразу скажу что всю вот эту вот информацию более подробную про них которую вы хотите узнать вы можете узнать на google и заходите на google в поисковик вбиваете название каждой из этих добавок и естественно читаете про них ну и вот эти две добавочки так ребята скажу сразу по цене марка перуанская марка перуанская добавочка там которая очень полезна для пищи очень полезна для мужских принадлежностей очень хороший афродизиак по крайней мере в интернете они и так пишут и вот решил я ее попробовать что она из себя представляет я пока что не знаю сегодня я первый день вот я ее сегодня получил утром на тренировку пошел после тренировки пришел вскрыл выпил но как бы тренировку меня завтра поэтому посмотрю по ощущениям что будет завтра на утро когда проснусь ну а пока ничего определенного сказать не могу марка перуанская также используется производителями спортивного питания как не знаю правильно сказать или нет как теста бустер но по крайней мере генетик лап я лично читал информацию что они оппозиционируют марку перуанскую как теста бустер то есть они делают добавочку в капсулы закидывают вот эту марку перуанскую и продают упаковочка стоит 740 рублей и в упаковке по моему 34 грамма маки перуанской вот этой вот я купил эту марку перуанскую здесь у меня порошок здесь 100 грамм в любом случае естественно там они используют производители используют когда свои делают добавки они используют экстракт ну пусть даже это не экстракт ну согласитесь здесь не 34 грамма а 100 грамм и стоит если у генетика добавка марка стоит 740 рублей можете также пройти к ним на сайт и у них посмотреть сколько стоит ну выберите генетик лап мака перуанская стоимость 740 рублей за 34 грамма здесь 100 грамм здесь не экстракт обычный порошок хотя я честно сказать не знаю как из обычного порошка сделать экстракт я понимаю как сделать экстракт настойки здесь я не знаю ну и ребята вот эта добавочка я ей больше доверяю потому как пользовался я у культ лаба такой добавочкой это левзея экстракт именно уже экстракт левзеи и тут такая оранжевая или как нам ну короче полоса и на полосе написано экдистерон то есть производитель уже оппозиционирует эту добавку экстракт левзеи как экдистерон у культ лаба эта добавочка опять-таки стоит в районе 980 по моему рублей там 90 капсул ну даже если мы будем брать что там 200 миллиграмм и сколько в одной капсуле ну то есть здесь получается у нас 50 грамм и стоит это 400 чтобы не соврать я сейчас даже посмотрю точную цену чтоб вас не обманывать рекламировать я не буду где я покупал естественно потому что за рекламу мне не платят а то что я их использую и то что я с удовольствием вам расскажу о том как на меня это будет все действовать это вы уже можете гарантированно от меня ждать 448 рублей стоит вот эта добавочка против девятьсот восьмидесяти по моему культ лаба но культ лаб там я еще раз говорю здесь чисто просто сырье экстракт левзеи 50 грамм по капсулам тут наверное упаковки 3 а здесь марка перуанская здесь 100 грамм и стоит она всего лишь 249 рублей против семьсот сорока генетик лабовской и в генетик лаб в упаковке всего лишь 34 грамма а здесь 100 грамм поэтому выводы делайте сами ну и ребята это я вам рассказал о добавочках что я начинаю с сегодняшнего дня начал их использовать как раз вчера прекратил использовать кариатин моногидрат и вот хочу месяц попробовать эти добавочки посмотрю как мои ощущения будут будет ли легче тренироваться или будет может быть никак я не увижу результаты никакого в тренировках поэтому все увидим обо всем я вам расскажу ну и ребята еще один вопрос у меня был вернее мне задали вопрос сейчас я перезагружу камеру потому что как бы она у меня 9 минут снимает все равно сейчас рассказать я все это не успею за один кадр придется все равно перезагружаться я лучше сейчас это сделаю и уже новую тему начнем с нового кадра так вот ребята когда я вам рассказывал в одном из видео о такой а таком батончики как зарядись который я купил просроченный по 10 рублей я сказал что в ленте они у нас стоят точную цену я не помню но в районе 20-30 рублей я сказал что это дорого для такого батончика 20-30 рублей что его там красная цена там 5-10 рублей это без всяких скидок там ну червончик червончик самая такая цена и когда я вам рассказывал про батончики культ лап мне напомнил мой подписчик вот такие вот культ бары которые вы можете также заказать на сайте культ лап точка ру закупиться этими батончиками в них 22 грамма белка 6 и 3 грамма жира и 33 углеводов всего лишь то есть их даже если вы сушите своих на мальчик можете употреблять вместо казино протеина или вместе вместо творожка так вот я сказал что этот батончик стоит 85 рублей и что это недорого во первых может быть я имел ввиду что недорого для меня потому что я его возьму в любом случае со скидочкой и мне он будет стоить ну в районе 65 рублей а вот теперь давайте разберемся почему я считаю и сейчас я вам расскажу почему вот этот батончик возьмем его цену среднюю в ленте но пусть даже это будет 20 рублей почему этот батончик дорого для то есть цена 20 рублей для этого батончика а для этого цена 85 рублей почему это недорого итак ребята что у нас по составу по составу у нас здесь сывороточный протеин добавлено омега-3 ну и какие-то там углеводы там в виде добавочек чтоб вкус был здесь у нас ребята 22 грамма белка 22 грамма белка и стоит это 85 рублей но мы сейчас на скидочку так вот разделим и у нас получается что и мы сейчас ребята посчитаем и у нас выйдет что в этом батончике 1 грамм белка стоит 4 рубля of 4- Gaza в среднем так вот навскили здесь сывороточный белок здесь вас и мы tysiyin белок sulla растительного белока нет здесь ни грамма и сейчас ребята мы смотрим что у нас получается по батончику зарядись по батончику зарядись ребята у нас получается 15 грамм дел к на 100 грамм вот точилась то есть на 2 этих батончик и на одном батончик у вас получается 7 с половиной грамм белка Около 29 граммов углеводов и 8,9 грамм жира. В принципе цифры схожи с батончиком Культбар, если только мы не учитываем углеводы. Так вот, почему я вот этот батончик за 20 рублей считаю дорогой, а этот батончик за 85 я считаю, ребята, дешевым? Потому что в этом батончике, у нас основной состав, в этом батончике содержатся углеводы. Ну не знаю, взять из круп этих же углеводов, там они стоят, наверное, копеек 20 за грамм, если не 10. Ну у нас вы скажете, ну хорошо, это по углеводам так, по углеводам может быть этот батончик должен стоить дешевле, но здесь есть 7 грамм белка, ребята, 7 грамм белка. И если мы даже умножим его на 4 рубля за грамм белка, как в батончике Культбар, вроде как мы должны получить уже 28 рублей цену за батончик. Но, ребята, я вам хочу сказать, производитель это не скрывает, здесь нет ни сывороточного, ни молочного, никакого белка. Здесь только растительный белок, здесь, я не знаю, соя может быть там, еще из каких-то круп белок с защитой. Ну то есть здесь сугубо только растительный белок. А теперь давайте рассуждать дальше. Если у нас сывороточный белок стоит, я беру цены по Культлабовскому, если у нас сывороточный белок за килограмм сывороточного протеина стоит 1100, 1190, ну 1200 за килограмм, то у нас порция получается в районе 30-40 грамм. Ну, в общем, грубо говоря, рубль-рубль 30 грамм белка стоит сывороточного. Если мы берем соевый протеин, там, у любого среднего производителя, не будем конкретно к кому-то уходить, потому что Культлаб соевый протеин не продает, поэтому по их бренду я не могу ориентироваться. Ну, берем соевый протеин, вот есть такая фирма Едим с пользой, которую я покупал последний раз соевый протеин, покупал я его, наверное, 3-4 пакета по 400 грамм. Так он у меня и находится на кухне, честно признаюсь. Я даже еще его есть не начинал, я его в большую емкость пересыпал и все, и на этом застыл. Мне даже сейчас его, даже в руки брать не охота его, потому что у меня есть пультлаб, у меня есть доступ к сывороточному белку, и поэтому у меня проблемой нет. Я не употребляю растительный белок. Растительный белок я употребляю только из круп, только из батона, только из хлеба, там, еще из чего-то. То есть то, что попадается в пищу. Итак, у нас получается 250, по-моему, рублей я брал за 400 грамм. Ну и в районе 500 рублей пусть будет килограмм соевого изолята. Это 90% протеина, 90% белка на килограмм сои. Итого получается у нас в районе 50 копеек, ребята, 50 копеек у нас получается самый дорогой, наверное, соевый протеин. Это уже получается в 3-4 раза дешевле, чем сывороточный. Значит, если мы берем здесь у нас 4 рубля, то здесь у нас должен быть по факту 7 грамм белка. Но он в лучшем случае по белку, если его оценивать, это 5, там, 7, 8, ну пусть 10 рублей за вот этот батончик, если его оценивать по белку. Но я же его употребляю не для того, чтобы восполнить белок, я его употребляю только лишь для того, чтобы восполнить количество углеводов. Ну вот, ребята, вот такое вот видео. Попытался я свою точку зрения вам объяснить. Написал мне подписчик, что я лицемер, что я лицемерю, что я когда-то сказал, что культлабовский батончик за 85 рублей это дешево, а батончик вот этот вот зарядись за 20-30 рублей в ленте это дорого. Вот я вам объяснил свою точку зрения. Это я вам рассказал свое отношение к этому батончику и какую я считаю, что он должен иметь цену. Ну а на этом, ребята, я хочу с вами попрощаться. Всем желаю, употребляйте только правильное спортивное питание, любите, балдейте и верьте в то, что завтра вы будете намного лучше и сильнее, чем сегодня. Всегда тренируйтесь, тренируйтесь много, тренируйтесь часто и никогда не сдавайтесь, потому что сдаются шлюхи, слабаки и квартиры. Мы к этому числу не относимся и я, ребята, всегда жду вас на своем канале, жду на своих стримах. Скоро ко мне придет китайская камера, которая будет снимать в HD формате, то есть качество стримов должно быть намного лучше, чем те стримы, которые я мог себе позволить. Скоро очень приглашу вас на свой стрим. Она уже во Внуково камера, то есть там через неделю-полторы она уже приедет ко мне в город и я ее в ручках увижу. Я посмотрю, как она будет снимать, я посмотрю, как она будет вообще картинку какую показывать. Ну, в общем, ребята, скоро увидимся на канале Домашняя Качалка. Подписывайтесь, ставьте колокольчик и всем, ребята, до встречи!